Ассалам алейкум ардахта агайен. Во втором веке до нашей эры в междуречии Таласа и Чу появляется небольшое государство, получившее в древнекитайских летописях название Кандзюй или Кангуй, означавшее в переводе страна Канг. Очень долгое время в истории Казахстана, в основном благодаря стараниям советских ученых, это государство всячески старались обходить стороной, ограничиваясь лишь упоминанием. И этому есть причины. Дело в том, что в советское время предпринимались большие попытки оторвать историю казахского народа от своих истоков, показать казахов как народ, который не имеет древних предков. А ведь одним из главных предков казахского народа и казахского государства является Кангуй. Доказательством этого могут служить по крайней мере три обстоятельства. Во-первых, Кангуй появился на земле между реками Чу и Талас, которая считается родиной казахского народа. Ведь не зря в 1465 году именно в этом регионе Кирей и Жанбек поднялись знамя казахского ханства. Во-вторых, даже в период своего наивысшего могущества Кангуй располагался на исконной казахской земле, охватывая территорию современного Южного Казахстана, Ташкента, Приоралия и части ЖТСУ. В-третьих, именно в составе казахского народа находится большой род ханле, само название которого говорит о преемственности от государства Кангуй. А теперь перейдем к вопросу, как же возникло государство Кангуй. Я считаю, что основателями Кангюя является большой кочевой народ, живший в Таримской долине и на территории современных китайских провинций Гансю и Цилянь. Древние китайцы называли этот народ Юэджи, что переводилось как «кушающее мясо». Приблизительно в 177 году до нашей эры в земли Юэджи вторгаются хунны во главе с легендарным Нади. Это вторжение было началом процесса войн, приведших впоследствии к образованию огромной империи хунну. Хотя некоторая часть Юэджи и приняла подданство хуннов, однако большая часть племен Юэджи стала с боями отступать на запад в сторону современного ЖТСУ и поселяется в долине реки Или. Но надолго здесь задержаться племенам Юэджи не удалось, так как уже в 155 году до нашей эры в ЖТСУ вторгаются отправленные правителем хуннов Мади Усуни. В результате кровопролитной войны Усуням удается заключить союз с житусусскими саками и вытеснить Юэджи дальше на юг в сторону Сырдари. Данные события отражены в исторических записках и прекрасно описаны в трудах таких ученых, как Гавритухин, Кузьминых, Конторович. Потерпев несколько сокрушительных поражений от союза житусских саков и Усуни, племена Юэджи переходят в Сырдарию и уходят в Ферганскую долину, где образует собственное государство. В китайских хрониках это государство получает название Давань, что означало «красивое живописное место». Однако не все племена Юэджи решают отступить в Фергану. Часть племен, которых возглавил род Уэн, решают остаться в Житусу и продолжить борьбу. Однако эти оставшиеся племена прекрасно понимали, что в одиночку они вряд ли смогут противостоять союзу Усуни, житусусских саков и хуннов. Поэтому, следуя примеру Усуни, они также заключают союз с сакскими племенами, проживавшими по Сырдарье. Геродот назвал этих саков Парадарая, то есть заморские саки, и массагеты, то есть саки, жившие по ту сторону реки. Заключению союза остатков Юэджи и пресырдаринских саков способствовало то, что Парадарая и массагеты опасались того, что Усуни и житусусские саки могут вскоре напасть и на их земли. В итоге на территории Житусу происходит ожесточенная война, в которой с обеих сторон решающую роль играли сакские племена. Результатом этой войны стало появление в регионе двух мощных государств – Усунь на большей части Житусу и Кангюй в южной части Житусу в междуречии Чуиталаса. Впоследствии Кангюю удается установить свою власть по всему среднему течению Сырдари, а заключение союза с некоторыми сарматскими племенами привело к подчинению всего Парадарая. И тут возникает вопрос, а почему государство, появившееся в результате союза части племен Юэджи и пресырдаринских саков, получило название Кангюй? Ответ крайне простой. Возглавлявший оставшихся Юэджи род Уон не стал изобретать велосипед и поступил примеру Усуни. Новому государству было оставлено древнее сакское название Канг, но власть принадлежала роду Уон. Кто-то из зрителей тут может назвать все это моей фантазией, однако вышеуказанному факту, что Кангюй является государством, который сформировался на основе сакских племен Пресырдари, имеются вполне четкие и научные обоснования. Во-первых, эту точку зрения в своих трудах прописывают такие авторитетные ученые, как Александр Подушкин, Елена Галкина, Борис Литвинский, Никита Бичурин, Анатолий Мандельштам. Во-вторых, в целом ряде кангюйских городищ были обнаружены глиняные кувшины с изображениями сакских и сарматских знаков. В-третьих, термин Кан очень многие ученые, как Клешторны и Кайдаров, переводят как речные племена, что прекрасно соответствует названиям сакских племен массагетов и парадарая. В-четвертых, результаты исследований древних кангюйских поселений и могильников подтверждают тот факт, что кангюи поклонялись силам природы, обожествляли солнце, луну, звезды, был распространен культ предков. То есть у кангюев и саков были абсолютно идентичные религиозные взгляды, что, конечно же, не случайно. Таким образом, древнее государство Кангюй, на протяжении шести веков являвшееся одним из лидеров Центральной Азии, было конфедерацией саков, сарматов и оставшихся племен Юэджи. И этот факт еще раз показывает, что сакские племена никуда не исчезли, а просто вошли в состав новых государств, которые появились на территории современного Казахстана. И это тоже наша история, которую мы должны знать и которой мы с вами должны гордиться.